Так, ну все. Народ потихоньку уже начал пропадать, смотрю, там, пустили сиденья, все же устали. Так, ну ладно, последний доклад расскажу уже я. Расскажу вам про легковесную ОРМ-библиотеку под названием Squirrel. Так, а ты, ты, ты скройся. Ой, ой. Так, сейчас. Оно у меня, оказывается, не место. А, сейчас. Нет. Ладно, я просто криво импортировал в PDF, поэтому у меня все с комментариями. Это вы можете смешные таблички видеть в Google. И даже их, наверное, не убирать. Ну ладно, неважно. Так, я расскажу вам Squirrel. Вот такая белка. Чего-чего? Да, точно. Но я же представлялся, я же представлялся, поэтому это как бы не работает. Делайте вид, что в этом нет. Ладно, хорошо. Собственно, наверное, практически все когда-нибудь использовали ОРМ. И все, в принципе, осведомлены о тех проблемах, которые из этого следуют. Ну, есть как бы мнение, что ОРМ вообще является антипаттерном из-за определенных проблем. Это и там производительность, и не всегда становится понятно, когда, какие запросы делаются в базу. Ну, много еще чего. Одна из проблем – это, когда мы пишем запросы, то для более-менее сложных запросов нам приходится использовать встроенный какой-то query language. Ну, вот здесь вполне стандартный запрос одного из ОРМов. Здесь можно посчитать, сколько здесь мест, где может выпасть run-time exception. В общем, я насчитал шесть мест, где он может выпасть. То есть мы можем писать кривой запрос, мы можем где-то поставить неправильный номер параметра. Тем более они в GBC почему-то начинают с единицы. Это меня всегда путают. Неправильно скастовать и так далее. В принципе, в какой-то момент, по-моему, в 2009 году появился GPA2, где… Вот, табличка мешает, неважно. Где появилась возможность делать безопасно типизированные запросы, но для этого приходится жертвовать читаемостью. Вот тут, не знаю, кто-нибудь сможет сказать, что делает этот запрос? Вот, да, мешает табличка. В общем… Взять персона в свой рост обоище. Да, правильно. В общем, для решения всех этих проблем была написана библиотека Squirrel. Это легковесный URM, который авторы пытаются держать с минимума фич, который предлагает похожий на SQL язык для запросов. При этом, как бы, все эти запросы максимально безопасны. Проверяются при compile-тайме. Ну, вообще, довольно краткая получается синтексис. Итак, вернемся к нашему запросу. Это вариант GPA2, это вариант на Squirrel. В принципе, здесь довольно все понятно. Как видим, это обычный скала-код. Те, кому нравятся более похожие на SQL синтексис, можно использовать вот такой. Стандартные наши слова там from, select, where и так далее. Ну, собственно, пройдемся тогда по основам Squirrel. Ничего сложного нет. Собственно, инициализация. Инициализация напоминает обычную инициализацию GBC. Также мы подгружаем драйвер, объявляем фабрику сессии. Фабрик сессии – это обычная функция, которая возвращает сессию. Вот здесь довольно приведена наивная реализация, которая на каждый запрос будет создавать connection. А в более-менее серьезном проекте, скорее всего, лучше будет использовать connection pool. Либо там DBCP, либо вот мы используем BOMCP, в одном из наших проектов. Транзакции. С транзакциями все довольно просто. Там сгорожено, там просто transaction написано. Все, что нужно выполнить в рамках транзакции, исполняется в блоке transaction. Либо это просто transaction, тогда транзакция начинается каждый раз, когда мы входим в блок, и коммитится, когда мы из него выходим. Либо intransaction, который это делает только, если мы не находимся внутри другой транзакции. То есть можно положить несколько блоков друг в друга, при этом intransaction не будет открывать транзакции, транзакции, если находятся внутри. Ну, описание схемы. Вообще, в SQL есть два режима работы с типами. Primitive type mode, где поля являются обычными скаловскими типами, примитивными, там int, string, long и так далее. Вот есть custom type mode, о котором я сейчас тоже расскажу. Я, в основном, использую Primitive time mode и буду говорить о нем. Ну, здесь мы видим, что это обычный наш скаловский класс. У него есть поля, можно там дефолтные значения, их типы. С помощью аннотации можно задать какие-то дополнительные параметры, это длина, имя колонки в базе и так далее. Можно использовать с кейс-класса. Я предпочитаю, например, использовать кейс-класс с неизменяемыми полями. Так я всегда понимаю, что происходит, в каком состоянии у меня объект. Единственное, что при изменении нужно использовать метод копия, стандартный для кейс-класса, для изменения какого-нибудь поля, чтобы получить новый объект. И здесь мы расширяем trade k-identity. Это делать, опять же, не обязательно, просто это говорит нам о том, что у объекта есть primary k с названием id и позволяет использовать какие-то более короткие формы синдекса с местами. Custom type mode используют вместо примитивных классов такие в раппере, куда мы можем добавить валидацию, какие-то метаданные и так далее. Схема. Собственно, объект, обычно делается с singleton, расширяет класс схема. Здесь мы объявляем таблицы, что вот у нас таблица users. Это таблица типа user. Объявляем какие-то дополнительные опции для полей, автоинкремент, уникальность и так далее. Здесь мы описываем связи между таблицами, это мы чуть позже увидим, и какие-то еще ограничения. У схемы есть несколько полезных методов, в частности create, drop и print.del, которым выводят SQL, который используют для генерации. Таким образом, схема у нас целиком делается тоже на скале, проявляется во время компайла, и все изменения в схеме таким образом будут всегда up-to-date с тем, что вы получите в SQL. Ну, понятно, если вы разрабатываете проект с нуля, а не или а не себе проект делаете. Ну, перейдем к стандартным операциям. Это insert. Здесь мы просто создаем объект, либо вставляем один объект, тогда мы получаем его обратно, либо вставляем список объектов. Здесь все просто. Select. Select поддерживает несколько видов синтаксиса, мы видели. Стандартный SQL-like синтаксис, Select, where, order by можно использовать. Здесь мы используем, то есть вот этот U, это, понятно, тип user, поэтому мы используем здесь обычные названия полей. И используем, вот синеньким выделено, операторе Squirrel. Здесь мы используем такую тильдочку, чтобы скала не путала скаловский оператор больше равно с операторами, которые используются в Squirrel. Вот, в принципе, вот эту конструкцию следы можно поменять на GT. Вот это взаимозаменяемое. Ну, вот здесь мы видим, используется like, сиквельный. Вот. Ну, и поскольку мы расширяем k-attentity, у нас появляется на табличке users полезный метод lookup, который возвращает option по ID. Update. Update имеет две формы, полный update и частичный. Полный update – это просто мы берем объект и подсовываем его в метод update. По идентификатору он его находит и заменяет. Вот. Поскольку у нас, как мы уже говорили, поля наши immutable, то, чтобы поменять какое-то значение какого-то поля, мы используем метод copy, который стандартный для всех кейс-классов. Частичный update – это тоже SQL синтакси, стандартный апдейт, какие поля поменять. Здесь мы используем оператор двоеточие равно для присваивания и стандартные условия where. Он возвращает, так же, как и в GDBC, количество обновленных записей. Ну, опять же, вместо тильдочки плюс можно использовать оператор плюс буквами. Удаление. Ну, с удалением вообще все понятно. Тоже можно использовать, удалять по ID, можно удалять по условиям. Опять же, возвращается к качеству удаленных записей. Ну, пока все просто. Будем двигаться дальше к более сложным вещам. Хотя их делать тоже, в общем, не сложно. Ну, самое интересное, одна из самых интересных фишеского URL – это составные запросы, которые позволяют свести к минимуму повторение кода. То есть, если у нас есть какой-то запрос, который используется в разных формах много где, то мы можем его сделать один раз, потом его использовать. Здесь мы составляем один запрос обычным select, и потом его используем вместо таблицы, чтобы сделать из него еще один select. Поскольку select в SQL возвращает объект к query, этот объект может либо использоваться как коллекция, когда мы начинаем по ней итерироваться, происходит выборка собственно из базы. Пока мы по ней не итерируемся, мы можем использовать ее для составления других кверей. Вот как здесь. Ну, также по обычным SQL можно использовать select внутри select. Внутри именно условия опять же объект к query можно использовать для выборки уникальных значений, постраничной выборки и выборки для с ключевым словом for update в SQL для обновления этих записей выбранных. Агрегация. Здесь, конечно, загорожено. В общем, агрегация делается так же, как в SQL. Единственное, что вместо слова select здесь используется директива compute, чтобы не путать для большей безопасности. То есть здесь мы делаем select, здесь мы делаем compute, и они взаимоисключающие. Возвращается объект, который мы можем итерировать, measures так называемый. Его можно привести к map, то есть группа это будет ключ, а compute это будет значение join. Ну, так же, как в SQL, join можно сделать просто выборкой из нескольких таблиц, явным указанием условия way, как в первом случае, можно делать явный join разных видов, в данном случае left outer join, в этом случае вторая табличка ватарс, у нас внутри этого замыкания будет ошеном, поэтому мы в данном случае сравниваем через m. Так же, ну, поскольку SQL старается быть довольно налетковестным ORM, там нет таких очень навороченных возможностей по дочерним коллекциям, но все-таки что-то есть, в частности мы можем объявить want to money или money to money отношения между таблицами, вот через такой синтаксис, через сказать, что вот посты юзера, это те посты, у которых юзер id, такой же, как диблидер, вот, relation делится на два типа, одни из них stateless, это примерно то же самое, что в скале immutable коллекции, то есть каждый раз, когда вы к ним, ну, по сути, это те же квери, когда вы к ним обращаетесь, происходит выборка из базы, по сути, это такой синтаксис шогер для каких-то предефинированных кверей, вот, их можно использовать так же, как коллекции, то есть они итерироваются и так далее, stateful relation, это скорее, так же, как мьютовая коллекция, они при выборке сохраняют состояние в памяти, ну, по ним можно итереться, что-то делать, у них чуть больше операторов для, методов для их изменения, вот, ну, собственно, как у любой библиотеки с кверила есть достатки, я где-то примерно месяц ее использую в рабочем проекте, за это время наткнулся на, ну, там, штуки-три, наверное, на разных недостатков, первое, что, здесь, к сожалению, скрыто, там еще дольше, о том, что внутри там делается страшная магия при компиляции, без всяких плагинов, но, тем не менее, там все очень запутано, как эти поля объектов внутри замыкания приводятся к поле объекта, метаданной колонке бази и так далее, вот, вот этот метод, который говорит, описывает выражение равенства между там двумя причинами, мне пришлось использовать, когда я пытался расковырять какой-то кусок и вынести что-то в один метод общий, часто используемый функциональность, нет поддержки union-класса, пока что, по крайней мере, возможно, когда-нибудь сделают, вот, и иногда DSL умудряется перехитрить сам себя, например, в Squirrel есть интересный синтаксис для динамических курией, когда у нас какое-то условие может быть в виде опшена, тогда мы таким знакомым вопросиком можем сказать, что если опшен у нас заполнен, мы его используем в условии, если не заполнен, если non, то мы его выкидываем. И это очень удобно делать, когда много таких сравнений через end они там, в зависимости того, установлено общий или нет, они используются или не используются. Так вот, для string, например, это работает, для boolean это не работает, поскольку взаимодействует с синтакс с Sugar'ом для упрощенных условий по boolean, которые можно делать без равнов. Чтобы это обойтись, там было несколько шагов, когда я пытался сделать так, сделать так, чтобы компилятор меня понял, мне пришлось вот это преобразовать вот к такому виду, причем, если вы видите, в первой строчке там двойной нот, чтобы компилятор увидел, что это все-таки более. вот в общем, пока недостатков нет, но если считать, что это легковесно все-таки в рынках, нужно что-то писать руками, но все-таки довольно кратко получается. Собственно, можно задать вопросы. я не совсем понял, как связаны вот join-ы уровня DSL и relation-ы, то есть они вроде как выполняют одно и то же, как они соотносятся, в чем между ними разница? join-ы это по сути ну нечто для выполнения именно join-ов на уровне сиквела. Я здесь не стал писать сиквел-код, который получается, это получается ну обычный select join. вот здесь в relation-ах получается, когда ты, например, у юзеров берешь, то есть у тебя есть объект юзер, у него есть поле постс. Когда ты берешь эти постс, в этот момент делается еще один запрос к базу, поэтому, кстати, лучше сделать это поле лэси, чтобы при выборке нескольких юзеров не вытягивались все посты по одному запросу. И именно делается запрос отдельный select, там, все посты, где юзер id такой-то. То есть если тебе нужно выбрать сразу всех пользователей со всеми постами, ты ручками не будешь делать join. Ну, так. То есть join, он он рассчитан на то, что результат будет отображаться в один объект, а не, грубо говоря, в объект плюс коллекция или объект плюс связанный объект. Так что… join возвращает то, что мы прописываем в select. То есть… join один запрос, да, получается? На relation он будет… одно-два запроса, если да. Я не показал, здесь в select, вот то, что мы указываем в select, здесь тоже выбирается. То есть если мы пишем select, мы возвращаем коллекцию юзеров. Если мы пишем через запятую несколько полей, которые нам выбрать, мы получаем tab. Вот, при join, соответственно, можно написать там юзер запятая пост, получить tab. там был слайд про то, что схема определяется в самой скале. Собственно, вопрос, есть ли какой-то механизм миграции, то есть и если нужна бывает какое-то поле, то может ли получиться так, что схема в самой скале будет рассинхронизирована со схемой в базе данных? Нет механизмов миграции? Нет. Единственное, что можно использовать, то есть единственное, что она может делать, это создавать SQL или схема по этой схеме, либо распечатывать SQL, и тогда она будет делать это уже ручками. То есть полностью база? Да. Я так понял, что кроме DSL нет возможности никакой больше описывать запросы. То есть если, например, я хочу какую-то функцию вызвать, которая есть в базе, а вот на цели ее нет, то что делать? Ну, вообще, да, создатели библиотеки считают, что их цель, чтобы целиком убрать стринговое ручное написание SQL. В частности, для кастом функции есть возможность писать, что у нас есть такая кастом функция, у меня нет в слайдах, но вообще у них есть отдельный в мануале топик, как делать какие-то кастом функции, которые есть в базе, но нет DSL. Ну да, именно в частности именно сами функции, которые в какой-то базе используются, можно объявить. А там есть поддержка общественных ВДФ? Наверное, пожалуй, что нету, потому что на самом деле сталкивался с ситуацией, что даже при одновременном прогоне тестов в рамках одной GVM там были определенные проблемы, потому что какой-то кусок SQL, это Singleton, соответственно, он создавался один. Возможно, можно создать тикет, просить это исправить, потому что я не думаю, что там прямо критично, чтобы это был Single-Tone. Я плохо слышал вопрос, он был про транзакции? Множественные вопросы, да. Понятно. И, собственно, мой вопрос, транзакции как-нибудь поддерживаются? Ну, собственно, транзакции здесь поддерживаются только блок начать транзакцию, выполнить транзакцию. Вот, в принципе, можно использовать стандартные GDC-шные средства для управления изоляции и так далее. То есть, в принципе, из коннекшена можно получить стандартный GDC-шный коннекшен, у него делать все, что обычно делается из GDC. То есть, это запердел высококротик? Да. Все? Вопросов нету? Мы на этом сваде со схемой видим, что все поля мапятся на какие-то поля в базе данных. мы можем создать в модели какое-то поле, которое не будет в базе данных, но просто для нашего удобства вычисляемое или еще что-нибудь. Я, наверное, сейчас прямо так не отвечу. По-моему, возможно, стандартный annotation, как транзиентное поле, что-то сработает. Не знаю, надо посмотреть документацию, на самом деле. По-моему, я где-то видел, но я не буду сейчас врать. Такое было общего плана вопроса. Какие преимущества использования этого RAM в отличие от хибернеда, например, или GPA? То, что я уже говорил, во-первых, это целиком написаны на скале все запросы, то есть они проверяются во время компиляции и их не нужно... Когда вы меняете схему в случае с хибернедом, все ваши запросы на hql в коде вам нужно найти, проверить и поменять ручками. Потому что они не поменяются сами, если вы что-то изменили. Здесь вам, по крайней мере, об этом скажется компилятор, возможно, сработает обычный рефакторинг. Хотя, в принципе, там довольно закалористый DSL, поэтому, например, идеевские рефакторинги, вообще, идеевские выводы типов иногда не срабатывают. Я не смотрел, но она не очень тяжелая. То есть там довольно базовая функциональность, поэтому мне кажется, гораздо меньше, чем хибернед. Можно посмотреть. Я, может, пропустил, но тут есть поддержка ассоциаций, то есть many-to-many, many-to-one. Да, вот я последним, последних, вот то, что relations, да, это как раз ассоциация, то есть мы объявляем здесь, у нас здесь таблица, мы объявляем, что это one-to-many relation. Потом можем в объекте юзера объявить, что у него есть коллекция постов, например. Соответственно, она может быть stateless, где каждый раз, когда вы обращаетесь, идет запрос к базе, либо stateful, где это делается один раз. Ну, просто это коллекция будет. А many-to, many-to-one-to, то есть тоже надо прописывать отдельную таблицу, потому что не надо сама сделать. А там есть синтаксис, я вот не уверен, что надо прямо руками указывать отдельную таблицу, возможно, надо. Вот, но вообще, в принципе, вот тоже есть many-to-many relation, который тоже есть. Просто пока как бы не использовал в библиотеке, поэтому там не скажу. Все? известно ли вам еще какие-нибудь рм на скалы написаны кроме scurril или это единственное нет не единственное есть большой ответ на stack over flow где сравниваются несколько вот есть более высокоуровневая я просто сейчас не помню название вот есть даже не библиотека twitter которые позволяют нам более в скаловском стиле взаимодействия бисе вот есть по-моему более вот такой вот я просто сейчас не скажу название они есть вот они есть в принципе если подойдете могу найти там закладку где-то у меня лежит показать ну и дополнение для всяческих новой сквозь баз данных вроде монги тоже их достаточно много обычно даже не по одному вот вы говорили что она легковесная да и то есть из любого выражения можно прямо сказать сколько запросов будет создавать то есть это это есть да обычно причем понятно какой сколь будет при этом сделан в принципе ну я не стал писать обычно в документации обычно на все примеры указано какой сикл будет вызываться вы можно включить логинг вот посмотреть там довольно как бы хорошо отформатируемый сикл красиво спасибо ну все и все долго смотреться который бегает с микрофоном вот я не подумаю к вопросу урм не приходилось ли работать с лифтовым рекордом что рекорд в едином стиле позволяет работать вот когда мы прописали первый прототип для гузи я немного немножко пощупал маленький кусочек лифтового рекорда когда импортировал данные но у меня прямо в лифте был импорт из сикл в мангадебе вот я помню единственно что там там гораздо сложнее объявлять схему как минимум вот есть там нужно писать то есть там для всех типов уже специальные классы которые нужно расширять и так далее вот там ну кода в три раза в три больше кода получается чем в сквырили вот так принципе да использовал кстати к вопросу о том что есть для для скала вот если лифтовый рекорд ну похоже что все ну если что мои контакты вот ну в общем на этом наша докладная часть завершилась вот всем большое спасибо что пришли надеюсь придете в следующий раз когда мы будем устраивать постараемся все наши ляпы и фокапы сгладить исправить сделать все немножко чуть побольше уровнем вот частности не получилось там всякие там анкетки мне даже интересно сколько сколько на народ нас других городов смотрит в основном трансляцию вот а кто использует скала в работе вообще да ну вот интересно было бы отслеживать если если на все таки будем делать конференции конференции сколько будет рабочих проектов на скале вот мы надеемся все больше и больше вообще цель конференции собственно познакомиться узнать как то что делать вообще в самом даже общение не доклады конечно поэтому мы попробуем может поменять немножко формат вот ну собственно все большое спасибо